Основной государственный экзамен по математике для 9 класса, тренировочный вариант номер 1, модуль геометрия, задача номер 13. Какое из следующих утверждений верно? Если в параллелограмме диагонали равны и перпендикулярны, то этот параллелограмм квадратов. Сразу будем проверять первое утверждение. Если в параллелограмме диагонали равны, то в общем случае это прямоугольник. Покажем это вот таким образом. То есть диагонали равны, то у нас получается прямоугольник. Это значит параллелограмм, у которого все углы прямые. Исходя из того, что диагонали равны, следует, что у этого параллелограмма все углы прямые. Далее. Все диагонали параллелограмма перпендикулярны. Из этого следует, что данный параллелограмм является ромбом. Тоже покажем. Вот таким образом. Да, действительно, если диагонали перпендикулярны, то параллелограмм является ромбом. А это значит все стороны у данного параллелограмма равны. То есть это ромб. Но если эти два условия выполняются одновременно, то получается как раз то, что нам нужно. То есть получается квадрат. Да, действительно, квадрат это параллелограмм, у которого все стороны, во-первых, равны. И все углы равны 90 градусов. То есть получается как раз то, что нам нужно. Это значит действительно получается квадрат. Таким образом, утверждение под номером 1 нас устраивает. Вот мы его обведем, чтобы не забыть. Далее. Второе утверждение. Смежные углы равны. Вспомним, что такое смежные углы. Покажем сразу. Смежные углы это два угла, у которых одна сторона общая, а две другие являются продолжениями друг друга. Далее. Мы также знаем, что смежные углы образуют развернутый угол. Да, действительно, вот этот угол развернутый. То есть в сумме это значит, что они равны 180 градусов. В общем случае, естественно, смежные углы не равны друг другу. Они только равны в частном случае. Если каждый из них по 90 градусов, то только в этом случае они будут равны. В общем же случае смежные углы не равны. Значит, второе утверждение неверно. Переходим к следующему утверждению. Каждая из бисектрис равнобедренного треугольника является его высотой. Давайте вспомним равнобедренный треугольник, покажем его. То есть вот такой равнобедренный треугольник. У него боковые стороны равны. Далее. Действительно, одна из бисектрис, которая опущена из вершины равнобедренного треугольника, является его высотой. А вот если мы сейчас покажем высоту и бисектрису, которые опущены из угла при основании, то мы такого совпадения не заметим. Давайте сразу покажем, например, высоту. Вот таким образом. То есть это высота, опущенная из угла при основании. Далее. Из вершины угла при основании. И покажем бисектрису. Вот таким образом. Действительно, они не совпадают. Это значит, что третье утверждение неверно. А это значит, что нас устраивает только утверждение под номером 1. Это значит, что в ответ мы должны записать число 1. Задача решена.